Первые кандидаты для чемпионата мира. Додонов, одна из главных североамериканских надежд Ильи Воробьева, бывший форвард СКА, который летом 2017-го решился на вторую попытку покорения НХЛ, в нынешнем регулярном чемпионате установил личный рекорд результативности, выбив 69 очков, это седьмой результат среди всех наших нападающих в лучшей лиге мира. Настроение Додонову подпортило второе кряду непопадания Флориды в плей-офф, поправить его можно будет на турнире в Словакии. С 2014 года Евгений, железный игрок сборной России, он точно не откажется от возможности в очередной раз помочь национальной команде. Когда Додонов приехал в Америку в первый раз, он рассчитывал, что ему будет легче. Мы с ним много потом общались, и он не стеснялся признаться в том, что не был готов к трудностям. Евгений настолько одарен, что видимо рассчитывал попасть в состав, прилагая минимум усилий. Но он намотал на ус, и теперь мы видим совершенно, совершенно другого игрока, говорит о Евгении генеральный менеджер Флориды Дейл Теллен. Для 22-летнего защитника этот чемпионат мира может стать вторым в карьере. Первый опыт получился не самым удачным, в 2017 году в Кольне Иван неплохо смотрелся в играх с аутсайдерами и топовыми европейскими сборными. А вот матчи с североамериканскими командами откровенно провалил, став единственным игроком красной машины с отрицательным показателем полезности. Но за два года многое изменилось, Проворов набрался опыта, а в этой регулярке довел свое среднее игровое время до нереальной отметки в 25 минут. Он, настоящий железный человек, от защитника первой пары клуба НХЛ Илья Воробьев точно не откажется. Если на старте чемпионата каждое появление Георгиева в составе и каждый его удачный матч воспринимался как событие, то к концу регулярки он стал реальным конкурентом Хенрика Лундквиста, шведский ветеран, и сам признает этот факт. Георгиев заслужил вызов в сборную, но вот поедет ли он на чемпионат мира, вопрос. Рискнет ли тренерский штаб отправиться в Словакию с тремя молодыми вратарями? Ведь два других места наверняка достанутся Шестеркину и Сорокину. Пока более вероятным выглядит вариант, при котором третью вакансию займет опытный кипер, например Варламов или Худобин. К моменту старта чемпионата мира закончатся уже два раунда Кубка Стэнли и кто-то из них к тому моменту точно освободится. У Бучневича нынешний сезон тоже начинался тяжеловато, но со временем он нашел свою игру и стал приносить ринджорам серьезную пользу. Так, нападающий не уходил со льда без набранных очков в 9 из 11 последних матчей регулярки. Но перспективы воспитанника Череповецкого хоккея в сборной все равно выглядят сомнительно, в первую очередь, из-за неудачного опыта прошлого первенства планеты. А верит ли Воробьев в Павла еще раз? Кажется, только если его вынудят на это обстоятельство. Первый сезон в НХЛ на протяжении большей его части выглядел для Яковлева, как бесконечное путешествие по маршруту НХЛ, Аллы и обратно. К чести российского защитника он не сломался, а если того требовала ситуация, выходил даже в атаке. В марте Егор играл постоянно, а в какой-то момент его аистем вырос до 18 минут. У бывшего игрока СК закончился контракт с Нью-Джерси, но все идет к тому, что он подпишет с американским клубом новое соглашение. Шансы олимпийского чемпиона сыграть на чемпионате мира тоже высоки. Еще один оборонец, который летом 2018-го решился на переезд за океан. Возвращаться в Россию он не собирался, если бы не получилось в Аризоне, Любушкин играл бы валы, в итоге в фарм его так ни разу и не спустили, а в форме койотов Илья провел ровно половину матча регулярного чемпионата, 41. Илье тоже нужно подписывать новый контракт, клуб должен быть заинтересован в продолжении сотрудничества с ним, так как главный тренер Рик Токет доволен прогрессом россиянина. На взрослых чемпионатах мира Любушкин до сих пор не играл, но хотя бы на сбор красной машины перед турниром в Словакии он приехать заслуживает. Артем прилетал на прошлый чемпионат мира, в Копенгагене Цейнт Фарвард забил три гола, отдал пять результативных передач, а едва ли не лучшую свою игру выдал в четвертьфинале против Канады. По логике, в ближайшие дни с Артемом должны связаться представители сборной, чтобы пригласить его на первенство планеты в Братиславе и Кошице. В последний год контракта новичка Голдобин смог стать полноправным игроком лучшей лиги мира. Никаких ссылок Валы, 63 матча за Ванкувер и 27 очков. В списке бомбардиров клуба Николай занял седьмое место, очень неплохой результат. Нет сомнений, что русский форвард подпишет с канадским клубом полноценное соглашение, а вот на чемпионат мира ему ехать пока рановато. Про кошмарный сезон олимпийского чемпиона сказано и написано столько, что добавить к этому что-то новое просто невозможно. Ковальчук провалил сезон и в своем сегодняшнем состоянии он точно не помощник сборной России. Илье лучше передохнуть и подумать о своем будущем, в составе Лос-Анджелеса оно выглядит очень туманно.